Редкий водитель не помянет улицу Школьную в час пик тихим недобрым словом, но все же здесь существуют часы, когда транспорта немного. ЧП произошло вот здесь, в районе остановки школа номер 2. Тогда движение по улице Школьной тоже не было интенсивным. Пожилая женщина вышла на проезжую часть, прошла остановочный карман и шагнула под колеса автобуса. Что побудило ее сделать это, до сих пор неизвестно. Чтобы узнать, какая работа ведется с водителями общественного транспорта, мы отправились в Видновский троллейбусный парк. Здесь таких происшествий не было никогда. Мы постоянно работаем над обучением водителей по безопасности транспортного движения, внеплановыми инструктажами, в связи с какими-то дорожно-транспортными происшествиями. Встречаемся с соответствующими руководителями органов безопасности и стараемся сделать все, чтобы водители поняли, какую нагрузку они несут. Предельная концентрация водителей, внимательность, умение их оценить дорожную ситуацию на месте, это очень важно. Но если водители троллейбусов следуют правилам, то с остальными участниками дорожного движения все не так просто. О поведении пешеходов водители общественного транспорта рассказывают в двух словах. Очень плохо. Во многих случаях они переходят или на запрещающий сигнал светофора, или в неположенном месте. Мое личное мнение насчет того, что идет человек, но никакой. Пусть лучше пройдет. Я остановлюсь, пропущу и дальше поеду. Сотрудники ГИБДД постоянно проводят рейды акций, направленные на безопасность прежде всего пешеходов. Если взять непосредственно детский травматизм, более 30 мероприятий проведено за этот период. Если взять мероприятия и акции, которые проводились с участием наших взрослых участников дорожного движения, водителей, пассажиров, это более уже 60 мероприятий проведено. И каждый раз мы напоминаем и говорим о том, что безопасность наших граждан зависит в первую очередь, конечно же, от них самих. И надо отметить, что эти усилия в совокупности с другими мероприятиями приносят свои плоды, о чем в своем ежегодном обращении к гражданам упомянул губернатор Подмосковья. Пять лет назад мы имели погибших на дорогах 1706 человек, а в этом году 1053. Сокращение 40%. Эту работу мы дальше продолжаем. Уже с этой базы мы должны дальше снижаться. Дальше думать, как нейтрализовать, убрать опасные участки дорог. Улица Школьная, по отзывам водителей, абсолютный рекордсмен по выходам на проезжую часть. И переход дороги не по зебре в этом месте чуть ли не печальная традиция. Есть соблазн перебежать дорогу в неположенном месте? У меня нет. Но за некоторыми бабушками замечаю. У нас особенно вот здесь. Идти в пенсионный надо. Так вот прям раз. Переходят вот здесь, вот у нас часто переходят. Во время съемки пожилой мужчина вышел из маршрутного такси и уже было приготовился переходить проезжую часть. Но увидев нашу камеру, передумал. Автобусов нет. Есть все-таки соблазн перебежать дорогу в неположенном месте? Дорогу в неположенном месте. Вообще-то не рекомендуется перебегать. Ну а вы сейчас, по-моему, прям собирались? Я просто вообще-то, говоря, не люблю, когда меня кто-то снимает. И вообще собирался вам, как говорится, отвесить людей, если на то пошло. Кроме пешеходов-нарушителей добавляет проблем водителям и общая дорожная обстановка в Видном. У нас сложные стали перевозки. Увеличилась коллектив транспорта. Вот школьные, это постоянно стоят. Постоянные заторы. Водитель опаздывает, начинает нервничать. Это складывается. И, в общем, дорожная обстановка очень сложная. Специалисты не устают повторять. Необходимо взаимное уважение всех участников дорожного движения и неукоснительное соблюдение правил. Тогда и трагических случаев на дороге станет меньше. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин.